всем привет ребята меня зовут джон доу и мы продолжаем проходить resident evil код вероника x я не знаю куда идти у меня есть один вариант это знаете где там где мы впервые встретили червя туда сходить и посмотреть что же там такое есть интересное да сейчас здесь пробежим на вроде в эту сторону нужно это там где это биолаборатория и а когда ее добраться я забыл ни хрена себе как до биолаборатории добраться вот это я конечно даю но нам точно не сюда по или сюда нет сюда это единственный путь по моему сюда там обойти час одну секундочку ребят я вспомню забыл наконец-таки я нашел это место ребят я там все бегал оказывается сюда можно попасть с подземного уровня нужно было на лифте спуститься там пройти где мы включали систему вентиляции подняться по лестнице пройти через дверь единственную которая там есть и вот мы окажемся тут я вот только сюда не ходил надеюсь не зря да не зря я сюда пришел я думаю что дверь закрыта может здесь чего найду о понятно уже нашел даем берем потрошки тратить их не будем постараемся обижать уже одна тварь меня задела нормально так началась серия до пошел еще раз чё здорово вообще замечательно все ребята считайте я на месте чем мы сейчас делаем давайте быстро хватаем патроны и несемся в дверь которая справа давай дык 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 не получается так суки получайте ну кто еще хочет так меня сильно ранили скорее всего уже да нет еще можно терпеть вроде все да получилось отстрелялись но я думаю что я вряд ли бы пробежал они слишком резвые особенно здесь понимаете чем все дело тут открытое пространство им проще меня достать я не могу ни за что спрятаться и так далее так комбайн в таком случае давайте спокойно обследуем все что здесь есть о лифт работает кстати это круто там еще одна дверь нужно ее тоже проверить куда это меня приведет сейчас проверим но мы по идее едем в аэропорт же да по моему да 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 этот лифт точно в аэропорт ведет и вот смотрим это нам не нужно этот механизм отвечает за кондиционирование воздуха они уже здесь да сколько их тут я не понимаю тут просто одни хантеры кругом все вроде убил давай еще раз комбайн у меня аптечки закончились так что нужно быть внимательнее но вот смотрим тут вряд ли что то можно опустить и поднять правильно все это уже не работает скорее всего да там даже лампочка не горит тут ничего ладно значит куда мы еще можем с вами направиться в этой стороне что-нибудь есть ну да скорее всего есть давай сначала наверно наверх посмотрим что наверху изменилось так там где мост поднимали интересно что у нас там я просто еще знаете что помню что когда мы там бегали за клэр еще да там такая херня была там что-то с маслом связанное а да мы точно мы бы сейчас внизу не прошли потому что мост нужно опустить может я смогу это сделать отсюда что мне показалось тогда я помню что типа здесь какая-то задачка должна быть да это устройство контролирующее давление масла моста устройство автоматического контроля вышло из строя придется управлять вручную здесь есть инструкция прочитать инструкцию инструкция по управлению первое направьте масло в 10 литровый резервуар используя три цилиндра второе нужно поддерживать необходимое количество масла если стандартное количество масла а это 7 литров не поступит в резервуар устройство не активируется хорошо ну давайте так так это понятно оперейт нам нужно ну-ка ага это переливать значит да ладно давай вот так и как быть я слил мне нужно чтобы было 7 может нужно починить сначала не дверь сломана тут ничего не осталось это очень странно как это пройти красная лампочка горит но это просто понимаешь лампочка и все с этим мы сделать ничего не можем это очень странно точно это никак нельзя починить ну-ка погодим нет здесь ничего нет такого просто я никак не смогу сделать 7 ладно пошли в другую сторону я не понимаю я думаю что там можно как-то починить а вот смотрим нет нельзя видишь да заела упало давление масла моста теперь им нельзя управлять вот в этом то вся и проблема ребята надо что-то думать пойдем с другой стороны посмотрим что есть может чего найду все же вот здесь хотя там по моему мост тоже так что я скорее всего просто не смогу пройти дальше да да именно так в таком случае я отправляюсь сейчас в то место где мы впервые увидели червя все ребята я на месте магия монтажа снова в деле там еще одна дверь давайте ее проверим может там что интересного найдем что-то блокирует дверь с другой стороны не могу открыть и что делать слушай фигня какая-то единственный вариант это опускать мост а подожди еще вот а ну здесь тоже да все заблокировано похоже она была кем-то уничтожена да ребята ничего не поделать придется что-то думать с мостом все ребят я тупанул просто дико тупанул смотри что нужно делать я что-то реально затупил тут все просто теперь смотрите раз теперь два и вон там единичку и все наконец таки слушайте я что-то тупанул на самом деле все было просто достаточно а там патрон на ружье но по-моему на того не стоит потому что я потрачу больше патронов на них хотя можно было конечно их затыкать ножичком но это очень опасно пойдем пойдем теперь опускаем мост я знаю зачем мы туда идем за эмблемами армии и потом эти эмблемы нужно отнести туда где находится муляж этого комплекса и вроде там мы сможем пройти через этот секретный проход правильно в поместье хорошо все ясно все ясно больше тут ничего не осталось там же типа была типа ну не загадка а подсказка в стиле приведите там армии да и там проход откроется правильно? вот мы и посмотрим так иди в задницу сразу тебе говорю не беси меня понятно ну хоть зомби было неплохо багаж и другие вещи лежат тут хоть по трошке дали теперь здесь смотри это ж карта да? или мне кажется? нет кажется нам по идее нужно ух ты а че у них зг а это типа приборы ночного видения я думаю че за херня думал какие то новые зомби и ну прикольно видите эффекты добавили вот наверное круто было в свое время тихо по стелсу как завещал солид снейк а нельзя нифига себе током бьет почему попасть не могу стоп мне хана наверное да? ну застрелиться можно да я почти мертв надо аптечку искать надо аптечку искать на экране ничего нет это устройство подает электропитание на лифт выключить электричество ааа вот надо было сразу это делать ну это вот все три эмблемы там военно-воздушных сил и так далее все собираем и теперь это нужно вставить туда сейчас еще главное дойти до того места чую я это будет не так просто сделать может есть аптечка где-нибудь да нет ни хрена здесь нет здорово вообще отлично зашли перезарядка ну мне хана я думаю сейчас меня хантер убьет может я смогу здесь выйти да могу может быть там будет аптечка или там хотя бы одна травка ну дайте хоть что-нибудь изверги разработчики что-то крису вообще хреново да судя по всему бедняга люк закрыт похоже кто-то воспользовался подлодкой ну здорово ну я думаю что это неспроста я думаю что нам придется воспользоваться еще этой субмариной иначе зачем это открыто я не пойму ну сделали бы что типа дверь заклинило я надеюсь получится потому что будет обидно там потом опять все оббегать по 150 раз хана мне блин уже прям чувствую что сейчас будет гейм овер все есть получилось охренеть это было близко так крис не сдавайся давай солдат держись ну у меня заканчиваются патроны на ружье это тоже плохо там еще впереди могут хантеры появится главное дойти до ящика с припасами он тут неподалеку буквально вот чуть-чуть пройти и все он буквально вот здесь давай 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 все вроде как жизнь у нас получилось я надеюсь на это по крайней мере и стоит наверное сохраниться все же на отдельный слот само собой очень много патронов улетело потому что так давай мы сделаем вот таким образом и вот таким смешаем херонем чтобы у нас было три травки и все слушайте я наверное сейчас быстро сбегаю и что сделаем и заберу патрон на ружье мне кажется они нужнее сейчас буквально секунду все считаете я на месте бежим не будем его добивать хрен с ним да вот семь штук отлично семь патронов бежим отсюда просто мне кажется нам больше патронов пригодятся именно на ружье а не на пистолет так комбайн все отправляюсь обратно включусь уже когда дойду до того места где макет ни хера себе зашел на огонек не зря сохранялся тут новые хантеры блин застрелиться можно все на месте но я очень сильно ранен там меня зацепила еще одна тварь которая здесь появилась давайте вставлять раз два и трис меригольд здесь что-то типа рычага опустить его ага там травка и патроны наверное не просто так дают сейчас сразу использую чтобы восстановить хп давайте вроде бы а нет еще патроны есть слушайте мне кажется там будет босс сейчас но не просто же так столько патронов дают да беру сразу в руки ружье все думаю хватит того что есть спуститься вниз по лестнице сейчас какая нибудь змея да как в первом рейдике и даже сердце бьется у курица слышите так паук человек он паук он куда-то делся вдруг стоп убегаем давай 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 еще ниже спускаемся и там скорее всего я найду ту самую плиту да которую унесло и с помощью химиката растворю оболочку и заберу алебарду вот такая вот история такс ну не так все просто да судя по всему да это мутированная это херня которую мы видели в лаборатории так комбайн сделаем большую аптечку сразу и использую когда здоровья будет очень мало и как быть нужно ее догнать и убить же правильно такая история да ну вниз лучше не спрыгивать я правильно понимаю о патроны еще дают ну вроде ну я надеюсь по крайней мере что не очень много патронов нужно для того чтобы эту херню убить но она уплывает это хренатень как же мне ее захерачить и не потерять много патронов вот что хотелось бы узнать а можно ли вообще ее там например не убивать такой есть вариант вообще или нет может сама подплывет эта херня а можно отсюда попасть например секундочку давайте возьмем пистолет тогда ну я думаю вряд ли а вот если я спрыгну меня штоком не убьет а да убьет стоп в воду нельзя спрыгивать вот так определить попадая или нет я не вижу эффекта попадания вот как как определить аааа слушай сложно будет во попал вот сейчас точно попал прям доцепил хорошенечко че пускай успокоится мне это напоминает миколаша из блатборна который тоже от меня все время сука убегал еще эффекты добавили что смотрите пули там попадают по воде капец вот это конечно вообще просто сверх технологичный резидент в свое время был попал дважды давай-ка сейчас быстренько я перезаряжаюсь еще три раза попал хорошо было продолжаем в том же духе думаю что рано или поздно оно сдохнет надеюсь на это по крайней мере ну подплываешь тварь давай я уже здесь я чую что ты подыхаешь ну я надеюсь на это по крайней мере не ну босс любопытный для своего времени то есть это ребята очень круто технологически сделанный босс учитывая технологии того времени ну прикольно действительно очень разнообразно в плане боссов конечно в Вероника классная достаточно много разных интересных попадаются с разными механиками там с той же снайперской винтовкой а все сдохло ура ребят зря патрон конечно потратил еще один так ну ладно херен с ним главное что эта херня сдохла теперь берем все что плохо лежит и теперь делаем вот так и вот мы получили алебарду теперь осталось ее вставить я так понимаю что все мы прошли это место там же вроде как самолеты стоят и так как Крис узнал что его сестра в Антарктике я полагаю что он полетит именно туда давайте вставлять я подлечился сохранился теперь готов лететь если мы опять же куда то полетим вообще я так и не понял зачем нам нужен люгер держись Клэр я спасу тебя а а ну и а и а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Секундочку, давайте проверим с той стороны, там же должен быть зомби, который какой-то сейф там охраняет, давайте назовем это так. Это всё затопило и замёрзло, что ли? А, ну точно, мы же там пробурили дыру в скале и оттуда полилась вода, видимо комплекс затопило. Продолжение следует... Стоп, я всё понял, я всё понял. Я... Позвольте, я исправлю свою ошибку. Продолжение следует... Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот, смотри, здесь должен быть кейс, да, именно так. Но вскрыть его сможет только... Но вскрыть его сможет только... Патроны на ружьё, да. Но вскрыть его сможет только Клэр. Может, чего ещё найду? Тут файл, но я не могу его прочитать. Ну и больше ничего. Всё сломано. Тут всё развалено, да. Уходим. Пойдём туда, где этот придурок Стив... Стифлер. Давайте я буду называть его Стифлер. Он устроил утечку газа. Ну тут, по-моему, без изменений, да? Спуститься мы не можем, всё замёрзло. О, тут лёд теперь, да-да-да. Всё замёрзло, ребят. Куча зомби. Ничего у них я не вижу. А, наверное, это нам пригодится. Только где, непонятно. Тут вроде больше ничего не вижу. Может, это всё можно растопить? Опа. Ходоки. Белые ходоки. Понятно, откуда Мартин стырил идею. Да нет, что за херня? Давай, давай, давай. Надо посмотреть, какое у меня здоровье. Стоит ли принимать аптечку или всё-таки ещё побегать так? Ну ещё нормально, можно побегать. Там слишком хорошая аптечка, и жаль тратить её. Стоп, а здесь ничего нет, что ли? Серьёзно? И вопрос на миллион, зачем это место нужно? Раз тут нет ничего. Очень странно. Ну тут я ничего не могу сделать, по идее, правильно? Да. Ну ладно, пошли. Значит, мы сюда вернулись только за вентилем. Ещё, куда мы можем зайти, это там спуститься по лестнице и там, где был, помните, Носферату. И ещё вот сюда можно же зайти, точно. Там было до хрена зомби, надеюсь, там их не будет больше. Давайте-ка поглядим. Всё замёрзло. Как там Крис не мёрзнет? Я вообще не знаю. Да и Клэр со Стивом, блин, тоже вышли в Антарктике, блин. Одна в топике и в джинсах, а вторая там тоже в лёгкой одежде. Никто не мёрзнет, всё хорошо. Как они, как им это удаётся? Я не знаю. Тут ничего нет. Ничего, в этом нет шкафчике, говорит Крис. Тут только бесполезные книги. И всё, что ли? Серьёзно? Ладно. Спускаемся. Тут раньше были эти вот, как они, шелкопряды. Бешеные. Наверное, убийца-монстр. Заходим сюда. Это первая дверь, куда мы сможем зайти. А в ту дверь, которая с другой стороны, мы не сможем зайти. Потому что там же затопило всё и замёрзло. Значит, нам только сюда. В таком случае, я предлагаю схавать травку одну. Не хочу тратить большую аптечку. Смотри, это по-прежнему осталось у меня. Хм. Что ещё я могу сделать? Это можно выложить. Это, наверное, тоже, потому что я не думаю, что это мне пригодится в ближайшее время. Но вентиль я могу, в принципе, взять с собой. Почему нет? Люгер я тоже не знаю, зачем нужен. Странно как-то. То есть, какая-то фигня. Давай аптечку возьмём. Ну, травку одну, в смысле. Что мы можем сделать? Вот, да! Сюда можно вставить. Может, и люгер куда-нибудь можно присобачить, а? Как вы на это смотрите? Опа! Взять пресс-папье? Тут записи. Дневник Альфреда. 30 января. В коридоре антарктического комплекса есть закрытая комната. Я не знаю, что там, но знаю, как войти внутрь. Я могу использовать три драгоценных камня, которые носят каждый из троих членов семьи, как подтверждение того, что они законные потомки семьи Эшфордов. Но я не знаю, как заполучить камень моего отца. 17 февраля. Наконец-таки, мне удалось попасть в закрытую комнату. Я и представить себе не мог, что там скрыт настолько безумный секрет насчет нашего с Алексией рождения. Я ненавижу отца. Этого идиота Александра. Теперь понятно, что нас создали, чтобы скрыть ошибку отца. Я больше ему не верю. Нам необходимо вернуть былую славу семьи Эшфордов вместе с сестрой. Мне не нужно ничего бояться, пока Алексия со мной. 3 марта. Алексия провела эксперимент, который мы обсуждали. на теле человека. Наш никчемный отец должен быть счастлив, так как он, наконец-таки, помог семье Эшфордов. Но нам стоит быть осторожными с дворецким, Хармоном, чтобы он не узнал о том, чем мы занимаемся. 22 апреля. Эксперимент провалился. В конце концов, отец оказался бесполезен. Даже хуже. Он превратился в опасного монстра, который полностью вышел из-под контроля. Мы связали его и закрыли в подземной тюремной камере, но похоже, Алексия близка к решению проблемы. Я не ожидал, что она предложит провести эксперимент на себе. Помимо этого, она полагает, что ей придется проспать 15 лет, чтобы закончить эксперимент. Из-за этого идиота я не смогу увидеть свою дорогую Алексию целых 15 лет. Алексия заснет, положившись на меня. Теперь я единственный, кто сможет ее защитить. Хм, любопытно. Тут есть что-то еще. Ну, как раз можем сохраниться. Теперь я предлагаю сделать, наверное, все же вот так. Комбайн. Выложим сейчас все лишнее. Ну и пошли дальше. Надо все найти. Только где все искать, черт его знает. Тут что-нибудь появилось? Да нет, ничего не появилось. Какие еще двери закрыты? Чего мы еще не проверили? Тут ничего нет. Пойдем в сторону той двери, которая, вероятнее всего, закрыта. Она находится вот здесь. Находилась. Погоди-ка, что за херня? Вот, да. Ну, типа я в ловушке, да? Накрепко закрыта. Угу. Хреново. Бежим. Да что ж такое-то, а? И куда нам идти теперь? Там вроде все закрыто. В той стороне. Так. И что же делать? Где мы еще не были? Давайте думать. Тут мы были, тут нет ничего. Там спали солдаты. Здесь тоже особо ничего нет. Там с одной стороны, опять же, сломали решетку, забрали кейс, забрали что-то еще, патроны на ружье, и с той стороны там только были замороженные зомби. Вот, смотрите, секундочку. Пресс-папье. Приспособление, чтобы прижимать документы, дабы они не разлетались. Не знаю, что значит символ наверху и внизу, но похоже, эта вещь связана с амбреллой. Вот амбрелла, и вот какое-то, видишь, типа биооружие, да, биохазард. Ладно. Пошел разбираться. О, как интересно. Оказывается, так можно было сделать. А что у нас тут что-нибудь есть? Давайте посмотрим. Залезть сюда мы не можем, но смотри, там что-то есть, какой-то кран. Ёб твою мать, ты глянь на эту херню. Так, идем отсюда. А вот сюда, наверное, можно залезть теперь, да? Да. Ну охренеть, блин. Что-то это сразу, я не догадался. А что-нибудь может быть тут? Ну-ка. Панель управления краном. Чтобы управлять краном, необходим ключ от крана. Заходим сюда тогда? Тут это единственное место, где я не был, надеюсь, ну, что-то это даст мне. Что? Он здесь? Ну, замечательно, слушай, только его здесь не хватало. Хотя я не удивлен. Что у нас тут? Что это такое? Кнопка. Нажать? Да. А, вот, можно здесь наполнить противогаз. Вон, видите, экстингвишер написано. Это огнетушащее вещество. Оно нужно для огнетушителя. Теперь, что еще я могу найти тут? Ничего необычного. А, точнее, вниз спускаемся, сорян. Немножечко ошибся, бывает. Тут, да, пожар, все, теперь все ясно. Тут я выйти не смогу, потому что там все замерзло. Осталось только забрать противогаз. Ой, тьфу, господи, противогаз. Огнетушитель. А есть что-нибудь еще в этом месте? Типа, это все? А, вон там можно подняться, но там наверху кровище. Не очень хочется этого делать. Сейчас что-то нехорошее произойдет, да? Но кого-то явно утащили вниз. А вот здесь можно использовать тот самый этот вентиль. Стоп, нет. В чем проблема? Что опять не так? Здесь квадратное углубление. Также есть предупреждение. Спускать воду можно только в следующих случаях. Первый. Очистка резервуара, замена воды. Ну, занырнуть не получится, да? Нужно слить воду с резервуара. Это какая-то панель управления. Ладно, спускаемся вниз. Давайте посмотрим, что у нас еще здесь имеется. Там вроде еще двери должны быть, но неподалеку должны быть хантеры еще. Что меня отдельно радует. Вот пошел ты нахер, понял? Я успел. Бе-бе-бе. Но лифт едет только на один этаж. Ну, то есть на два этажа. И все. Выбор не предлагают. Что-то там плавает, да? Судя по звуку. Что это такое? Да, что-то там есть. Ой, пошел ты нахер. Идем сюда. Нормально так зашли на огонек, да? И нас сразу встретил улучшенный хантер. Или ухудшенный, смотря как посмотреть. высокое напряжение. Ну ладно, посмотрим. Что тут можно намутить? О, потрошки. Потрошки, это всегда прекрасно. Что-нибудь еще есть? Да, можно сохраниться. Это прекрасно. Ну, постой, постой. Что-то же еще здесь есть, да? Это устройство системы энергоснабжения. Тут выемка в виде восьмиугольника. Я отравлен, ну, зашибись. Все. Я могу включить устройство электропитания. Что дальше делаем? Это устройство системы энергоснабжения. Я могу включить устройство электропитания. Вот сюда может быть? Тут есть выключатель. Поднять рубильник. Смотри, давай вот так сначала делаем. Угу, да, здоровье уже совсем плохенькое. Наверное, все же я использую эту штуку. Теперь, давай, берем это все и смешиваем. Пускай еще одна аптечка будет. И, слушай, наверное, стоит того хантера замочить потом. Так, комбайн. И сохранимся на всякий случай. Подожди-ка секундочку. Сначала все соберем, что плохо лежит, да? Я думаю, почему нет? Давайте выложим то, что нам не нужно. Это нам пока не надо. Это тоже я пока не знаю, куда всунуть, поэтому я, наверное, возьму только огнетушитель, который можно наполнить и пойдем дальше. Понятно. Ух ты, нихера их там. Так, пацаны, давай на по-нормальному разойдемся, а? Вроде упал. Сейчас быстренько перезарядимся. Идем. Так, ну вроде они не дышат. Да еб, суки, откуда же вы, суки, лезете-то, а? Сразу троих. Видели, да, одной пулей? Мастер, заработай. О, чё-то знакомая история. Прямо из особняка первой части. Ну-ка, ну-ка. Ну да, очень похоже. Это похоже защитные костюмы. Ни хера столько здесь всего скрыто. Слушайте, мне прям нравится. Офигительно сделано. Это реально одна из лучших частей классического резика. Прям кайфуюсь уже, блин. Несмотря на, типа, ну, херовый сюжет, в принципе, тут есть. Все равно какая-то тайна любоприца. Но тут именно изучение очень клевое. Это тоже знакомая история. Это что такое? одно крыло какое-то. Не знаю, зачем оно нужно. Да, ёптись. Да, суки. Есть аптечка, не знаю, наверное, не просто так, плюс там еще кровь. и так еще. И так еще медленно, 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 медленно. Ну, давай уже открывай, ёпт твою за ногу. но смотри, можно сначала сюда, тут ничего нет. А, сюда же пришел Альфред, точно. отчет о изучении вируса. Работа над Т. Вероникой, вирусом, который я извлекла из королевы муравьев, продолжается. Чем больше я его изучаю, тем больше удивляюсь его потенциалу. Наконец-таки я вела себе вирус и узнала, как обуздать его силу. Я не стану совершать ту же ошибку, что совершила с отцом. Я подавлю активность вируса с помощью очень низкой температуры, чтобы мои клетки менялись медленно. Мои подсчеты показывают, что потребуется 15 лет, чтобы мое тело выработало иммунитет и смогло сосуществовать с вирусом. До тех пор мне придется довериться капсуле, в которой я буду, и этому не умехе, но преданному солдату-муравью, моему брату. Чтобы получить безграничную силу, нужно пойти на кое-какие риски. Когда я очнусь, я стану королевой, а Т. Веронику мои дети будут распространять по всему миру. Все существа на планете будут существовать лишь за тем, чтобы служить мне. К тому времени мир станет идеальной экосистемой, как муравейник, только в куда больших масштабах. Алексия Эшфорд. Да уж. Мечты у нее, конечно, интересны. Но помогать мы ей не станем. Интересно, что она сделала с братом? Она его схавала? Или что? Она же, наверное, голодная проснулась, да? Тут что-то написано. Как близнецы, Алексия и я две стороны одной монеты. Тут что-то вырезано под именем Алексия. тут есть кнопки. Нажать. Вот так. Вот так. А-а. И вот так. И ничего не происходит. В чем прикол? А может быть, типа в обратном порядке? Секунду. Я не знаю, как это сделать. Бред какой-то. Ладно, давайте потом сюда вернемся. Я реально не понимаю, как это пройти. Какая-то странная загадка. Давай, наверное, это заберем. Почему нет? Я думаю, пригодится. Лишним точно не будет. Даже можно все это дело смешать и получится большая аптечка. Куда еще мы можем сходить? А можно как-то пробежать, чтобы меня не зацепило вообще? Или это невозможно? Ага. Ну, ептыть. Все? Да, погиб. Тут записка очередная. Отчет о исследовании королевы муравьев. После того, как я обнаружила остатки древнего вируса в генах королевы муравьев, я начала активно изучать муравьев. Экосистема муравьев идеально мне подходит. В каждом муравейнике одна королева, а солдаты и рабочие муравьи являются ее рабами. Они посвящают всю свою жизнь королеве. Смерть королевы означает смерть всего муравейника. Но солдаты рабочих легко можно заменить, пока королева жива. Именно такие отношения сложились у меня с этими серыми массами. Мне удалось создать идеальный вирус путем имплантации гена королевы муравьев в материнский вирус, открытый Спенсером. В качестве подопытного я использовала своего никчемного папашу. Но как я и ожидала, вирус начал активно менять его клетки. Клетки его тела и мозга начали разрушаться. Кроме того, внутри него начал образовываться особый вид ядовитого газа, от которого не спасает даже синяя трава. На всякий случай я создала антидот. Он хранится на втором подземном уровне склада оружия и химикатов. Я решил назвать этот вирус с невероятным потенциалом Т. Вероника. Как только я пойму, как использовать мощь этого невероятного вируса, мои величайшие исследования будут наконец-таки окончены. Алексия Эшфорд. Да уж, все интереснее и интереснее становится, да? Там вон еще уже вижу врагов. Надеюсь, он не встанет. Ему и не надо. Так, парни, начинаем падать активно. Еще кто-то есть, да? Нет, все вроде. Ну, тут, конечно, темно, пипец просто. И что тут делать? Что-то есть. Патроны на пистолет, хорошо. И там вон еще патрон на пистолет, да? Ну, видимо, я сюда зашел в первую очередь, чтобы прочитать дневник и чтобы какие-то подробности новые узнать. Королева Муравьев мертва. Муравейник погиб. Компьютерный терминал. Похоже, он подключен к суперкомпьютеру. Но ничего больше нет, только патроны. Потратил патроны, чтобы найти патроны. Замечательно. Портрет красивой женщины. Главы семьи Эшфордов Вероники. Больше ничего. Может, еще здесь? Старая спиртовая лампа. Внутри осталось немного спирта. Ну, вроде все. Уходим. Стоп, у меня есть место еще? Да, есть, можно это использовать, чтобы восстановить хп, а то он бедный бегает, скрючившись. Ну, это просто капец. Не знаю, нахера они это сделали. Это лишнее. Пускай бы они там ползали в качестве декорации и все. Это очень странно это выглядит. Это лифт с санобработкой. Офигительно. Вот технологии, да? Что-нибудь еще есть? Опа, да, ну да, как в первой части, ребят, прям вообще, прям такая ностальгия. Взять драгоценный камень. Какой именно? Синий или красный? Так один мы нашли. Похоже, этот механизм работает от электричества. И что сюда нужно вставить? Блин, места нет, ты прикинь. Это статуя тигра. Не хватает драгоценного камня. Вернуть камень на место? Ща, погоди, давай сначала мы выложим все лишнее и вернемся сюда. Я думаю, зачем-то это нужно. Там еще карта наверху, скорее всего, как ее забрать, или это не карта, даже не знаю, что это такое. Я вышел оттуда, может сюда зайдем? Закрыто. Над замочной скважиной символ биологической угрозы. Угу, ясно, нужен специальный ключ. Я тебя понял. кинет наверное, на этом я закончу. Спасибо, ребята, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх. Вероятнее всего, следующая серия станет уже последней в этом прохождении. Тут осталось немного, насколько я знаю. Ну, подписывайтесь на канал, на телеграм, фейсбук, твиттер, подписывайтесь, там новости канала, подписывайтесь на твич там проходят трансляции на второй канал подписывайтесь там записи трансляции выкладываются если вы пропустили подписывайтесь на третий канал там будут выходить ролики про игровую индустрию на сегодня все всем спасибо ребятам всем пока а